Добрый день, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Сегодня мы представим к обзору караван Свифт Каризма. Караван 2010 года выпуска находится на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Это двухместное размещение с полноценным раздельным санузлом, болером проточного типа Трума и отоплением, работающим от электричества, от газа. Караван оснащен Mover PowerTouch Evolution с механической подводкой. Стоимость данного каравана 912 тысяч рублей. Караван полностью растаможен и ждет своего собственника. Цепная головка ALCA с тормозом накатного типа, 13-пиновая розетка, опорное колесо, все присутствует. 13-пиновая розетка нам даст возможность зарядки собственного аккумулятора и даст возможность использования холодильника от 12 вольт пути. В принципе, все остальное можно уже и по семерке, если кому-то это не требуется. Багажник подразумевает в себя установку двух газовых баллонов, встроенный газовый редуктор Трума, то есть только замена шланга и установка уже самих баллонов по вашему усмотрению, какие вам больше понравятся. Те и ставят. Можно ставить композитные до 24,2 литра максимально. То есть запас газа почти 46 литров. Так, закладная для палатки тента может быть, и палатка тента может быть установлена с любой из сторон, так как караван предусмотрен для этого. Панели уже сплошные в данном случае. Унитаз Тетфорд Т-250, он поворотный, с отдельным бачком смыва. Слив серых вот. Караван на оригинальных дисках. Вот он, мувер. Бокс для установки собственного аккумулятора. Место подключения 220 вольт. Это все находится по правой стороне. И вот это мы видим крышку выхлопа бойлера Трума. При ее использовании обязательно это снимаем, чтобы при точке и от точке у бойлера была... Насос-помпа подключается. Вот здесь используется Трума Ультрафлоу. В данном случае, по-моему, караван оснащен насосной станцией. Сейчас посмотрим это внутри. Поэтому нету контактной группы в этой части. Так, закладная для палатки-тента с левой стороны. Состояние безупречное. Никаких повреждений, никаких задиров нет. Вот такой вот караван. Кстати, хорошая москитная сетка на всю площадь входной двери в данном караване. Даже, в принципе, в такую погоду, когда достаточно жарко, она хотя бы будет немножечко оттенять от солнечной стороны. Итак, в передней части каравана расположилась симметричная кровать. Левая створка длиннее немножечко. Мы можем это вот здесь увидеть. То есть она 1,90 м, правая 1,81 м, 1,82 м. То есть здесь полноценно могут разместиться люди, не разбирая. Хотя бы даже угловые вот эти валяки убрать уже будет достаточно широко. Ну или либо разобрать ее полностью. Тумба в данном случае у нас съемная. Ее можно снять. Можно вот так вот достать и организовать до конца. Вот тут выдвигается эта рулетка. И организовать уже большое спальное место. Но, скажем так, что в данной тумбочке есть еще и полезные ее свойства. Это так называемый такой вот быстрый стол. Для того, чтобы поработать. Вот он так выглядит. Для того, чтобы перекусить этого вполне достаточно. То есть если вы где-то в пути, быстро организовать перекус, полежать. Для того, чтобы там вообще не разбираться целиком и полностью. Все окна безусловно оснащены москитными и фольгированными сетками. Молодец, все притенил. У нас сегодня 34 градуса. В караване, в принципе, достаточно комфортно. У нас приоткрыты люки. Вот так вот, видно или не видно будет. Вся вентиляция проходит через вот такие вот специальные отверстия. Здесь люк у нас такой. Он и с москиткой, и с фольгой. Люки аэро используются. Вот этот люк в зоне кухни. Ну и, конечно же, люк в зоне санузла. Но, могу сказать, проветривается неплохо. Потому что на улице вообще находиться невозможно. Хочется куда-то занырнуть и не вылазить просто. Так, макулатура есть по домику. Давайте посмотрим, чем он оснащен у нас внутри. Внутри. Итак, есть у нас мозги от мувера PowerTouch. Есть у нас бойлер. Там же в передней части блок с предохранителями, который отвечает за 13-пиновое подключение. Так, что касаемо насоса. Да, здесь у нас насосная станция. И здесь стоит только заборник с фильтром грубой очистки. Сам модуль. Вот он. Включение на входе. Модуль питания. Здесь у нас входящее электричество. То есть для всех караванов мы сейчас потихонечку будем тогда рассматривать в обзорах, чем кто отличается. Ну вот, смотрите. В данном случае мы вошли, включили вот это питание. Здесь мы можем переключаться на 13-пинов. Здесь мы можем переключаться на использование от аккумулятора. И активировать кнопку насос-помпа. Это в таком блоке. Повторюсь, в прошлом видео я рассказывал. Насос-помпа накачает до определенного давления и остановится. Потом, сколько вы воды используете в системе. Он даже вот он щелкает по давлению. Столько и докачает. Топится данный караван у нас с топителем Трума Ультрафлоу с раздувом. Включается он вот электричество вот этой вот нижней частью. Вот газа у него в данном случае не механическая, а электрическая пьеза. Происходит этот запуск вот таким образом. Мы нажали, повернули. Вот, не знаю, слышно вам не будет, слышно, но... Вот если вот это окошко под определенным углом посмотреть, там начинает работать пьеза. Пьеза работает всего лишь от одной пальчиковой батарейки. Находится она, как правило... Так, если здесь горение, значит она находится в этом углу. Скидывается передняя часть отопителя. И в спокойном режиме это дело... Все. У нас запускается. Так, пульт от мувера в ящичке есть. Соответственно, все прекрасно. Так, что еще вам показать? Фасады в данном случае у нас выполнены вот с такими косыми, скажем, правильно так выразиться или нет. Так, углами. Такой самолетный тип. Прям хорошо в этот люк задувают, могу вам сказать. Так бы и стоял бы под средним лючком. Расположились у нас полочки во всех этих шкафчиках. Здесь у нас магнитофон. Даже музычка какая-то поет. Так, ну, каскад. Кухня представляет из себя вот такой вот модуль. То есть холодильник у нас Тетфорд работает. Вот электричество от газа. И от 12 вольт по 13-пиновые розетки. Четырехкомфорочная газовая поверхность. С одной электрической работающей. От 220 пьезопозрик. Все есть. Санузел прикроем. Есть у нас газовая духовочка. Есть газовый гриль. Так, далее. Вот в этой створке у нас расположился стол. Такой, в принципе, достаточно большой. Оно, это штатный стол. По виду столешницы они, как правило, сравниваются. В зоне кухни есть микроволновочка. И достаточно много места для уже чистой посуды. То есть, если так, по оборудованию рассмотреть. Есть у нас бойлер. Работает он от электричества и от газа. От газа включается вот этим верхним. Есть разводочка по антенне и телевизору. Это отопление Трума Ультра Хатт с раздувом. Холодильник Тетфорд. Четырехкомфорочная газовая поверхность. Два люка. В принципе, шикарный вариант по использованию такого вот каравана. Ну и, конечно же, отдельное внимание заслуживает вот такой вот огромный санузел. Унитаз Тетфорд. Тетфорд поворотный. Угловой шкаф тоже достаточно вместительный. Модуль антенны в нем расположился. Ну и, конечно же, попробую побольше ракурсом взять. Вот таким образом выставлена здесь душевая кабина. То есть, здесь нету мягкой двери. Вы проходите вот так вот внутрь и спокойно принимаете душ. Здесь крючки для полотенец. Здесь все, то есть, и есть воздух, скажем так, чтобы это все подсыхало. И, конечно же, ничего не льется на пол. Умывалка отдельно стоящая тоже есть. Краны по давлениям, как мы уже выяснили. Включение света самой душевой. Ну и, в принципе, небольшой итог нашего сегодняшнего видеообзора. Это Дакаризма 2010 года. Замечательные комплектации, оснащенные мувером, микроволновой печкой и прекрасной, абсолютно прекрасной планировкой. Смотрите в инстаграме у Юрия Авточоис Псков самую свежую информацию по нашим поступлениям. На сайте авточоиспсков.ру Цены и актуальность выставленных объявлений. Ну и, конечно же, на нашем канале на Ютубе обзоры по всем представленным домам. Жарко сегодня, прошу прощения, ну прям от слова осень. Благодарю вас за ваши просмотры. До новых обзоров и до новых встреч у нас на площадке.